Давайте замутим обзорчик на супчик, бальончик на столовую, посмотрим, что почем. Здесь стоит. Каша овсяная 50 ману осуществляет. Пока цену нравится, салат вынегает по 70. Супер. Борщ 85. Да, борщ подорожал, к сожалению. Давайте выбор посуды, смотрите, есть разовые ножки-вилки. А, подожди, тут только есть разовые ножки-вилки. Я думал, где-то металл есть. Нет, только вот такой вот вариант. Хлебушек вот такой цене стоит, пожалуйста. Компот, кисель. Салаты. Я не знаю, салаты будем или нет. Нынче дорого для блогеров салаты. Самое прикольное сделано, что цена идет салатов. А, нет, они сейчас уже смотрели спереди, дали бы. Да, все больше и больше на увлечение. Интересно. Все, в принципе, свеженькое. Скумбрия, рюлья. Кругли, по крайней мере, вот с тупушком все. И очень аппетитно. Счеток с яйцом уже 180-120 гривен. Вот здесь прям хорошо цены подписаны. Радует, что хотя бы шашлык по 130, а не по 700. Цена каррика 130, причем и этот, для кебаб курицы 120. Цена говяжьей для кебаб 140. Лапша аудон 175, картофель по-деревенски 70 рублей. Четок на длина по-купечески. Здравствуйте. Давайте вот лапша аудон сделаем. Вся посуда пластиковая, то есть разовая. Ну, это, в принципе, наоборот, хорошо, что точно вы, чем никто вас не заразит. Солянка мясная 130, суп лапша куриная 80, борщ 85. Будем пробовать борщ за 85. Я честно скучаю по борщу, тем более капуста прям стоит дорого. Рис от 1 на 50 рублей 150 грамм. Картофель на прессе 75 рублей 150 грамм. Гуляш 210. Соус, сырненький, дорожная запеканка, барины, куросаны, секс. А, борщ хочу. И борщ, ребятки. Спасибо, машина. Там мне неудобно. Красота. Здравствуйте. Там, допустим, тоже самое борщ. А, нет, борщ 85. Я плохо поглядел, то есть цены актуальны, ребята, сверху. Все отлично. И смотрите, сколько выбор вкусняшек. Машель, хочешь вкусняшку какой-нибудь? Хочешь вкусняшку какой-нибудь? И вот суфле еще фруктовое. Маруся взяла. По менюшке борщ у нас вышел 85 рублей. Так, 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 так. Вапша удун 175. Компот 35. Салат овощной 75. Хлебушек 3 кусочка на 15 рублей. Картофель на пюре 75. Куриное филе саната 175 порция. Суфле фруктовое 90 рублей. И это 825 рублей на двоих. Ярослава все гораздо проще. Я бы все там посчитал. 95 рублей. То есть борщ, два кусочка хлеба, перекусили, все, пошли. Что у нас борщик? Слушайте, борщ с мясом. Ребята, реально с мясом за 85 рублей. Прям очень много капусты. Цвет хороший. Сметанка. То есть на вид прям вызывает аппетит. Вот как у Маши выглядит пюрешка. Вот эти овощи 175 рублей стоят. И салатик. Давайте протестируем, что это на вкус. Во-первых, надо попробовать мясо. Прикинь, реально борщ с мясом. По крайней мере, у меня прям хорошие куски попались. Кстати, стоит микроволновка. Если вам будет холодно, вы можете подогреть. Мясо, говядина. Говядина, мясо. Вообще. И борщ очень вкусный. Прям насыщенный вкус. Как тебе? У тебя тоже мясо есть? Просто пушка. Единственное, пластиковая посуда, честно. Не очень. В наше время там пандемия, не пандемия. Это наоборот даже плюсом считается может. Давайте попробуем еще одну. Чтоб Машу можно было отпустить. Она тоже у нас кушать могла. С кинзой, ребят. Прям классный пиарик. Пошелся борщ и греть. То есть хочет погорячее. Мне, в принципе, температуры достаточно. Удон тоже однозначно. Так, мы еще в конце попросили дать нам стаканчики. Нам дали абсолютно бесплатно. Ничего не попросили. То есть здесь есть возможность подогреть. То есть единственный минус, который я вообще, в принципе, обнаружил, это только разовая посуда и невозможность выбора нормальной посуды. Если бы можно было выбирать между той и той, то это был бы даже плюс наличия разовой посуды. Но посуда очень удобная. Не гнулась, не волнуюсь. Единственное, что хотелось, чтобы был бы выбор. Я просто привык есть металлической вилкой и ложкой. Немножко вкусовые ощущения из-за этого были другие. По качеству продуктов я попробовал салат. Удон, борщ. За все однозначный лайк. 85. Борщ с говядиной. Это восхитительно. И очень вкусно было. И еще даже сметана туда входит. Столовая достойная. С видом на море. Машу, покажи, что мы сидим. Люди гуляются. Музычка играет. Покажи, вот, куда он морит. И, мне кажется, великолепное место. Приходите, посещайте. Называется еще раз столовая. Супчик и бульончик. Сценник хороший. Будем надеяться, что летом он не поднимется. И если вы здесь ели, обязательно пишите свои отзывы. Для нас тоже важно знать. Именно ваше мнение о тех местах, в которых нам удалось побывать. Всем спасибо за внимание. Здесь получается принцип, как в маках. Просто высыпаешь, сверху оставляешь поднос. И все, потому что посуда разовая. И все, давайте вам покажу, как снаружи выглядит это заведение. Я думаю, что будет интересно глянуть. Все девочки, кстати, перчатка в сапочках. Это, я думаю, тоже будет важно, если сначала не обратили внимание. Просто заходил со скептицизмом, так сказать. Оказалось, что очень-очень даже вкусно. Улица Прибойная, 2. Находится это заведение, если вдруг захотите прийти сюда. Вот так вот оно выглядит. Честно, ну прям очень-очень классно. Мне понравилось.